Олег Позывной Пугач, начальник безопасности «Спарты» 2014 года по 2015 год. Почему именно выбрал это подразделение? Так как смотрел, ну, уже были на тот момент ролики, показывали боевое подразделение. Командир «Морпех» сам служил в ВДВ в разведроте, как бы, и «Морпехи» нам близки по духу. Так как основатель ВДВ «Моргейл» он сам изначально морской пехотинец. Я видел в этом человеке, как бы, даже через телевизор, такой маленький, Тарсен Павлов Моторова, такой вот, юркий тип. Что меня сподвигло? Сподвигли все вот эти непонятные движения, которые начались на Майдане, да, и перепись нашей истории, что те наши ветераны, кто воевал в Великую Отечественную войну, они уже не ветераны, а, как говорится, вот эти подлецы Бандера и Шухевич, которые предатели нашего, как говорится, народа, да, они стали сейчас героями. Я как человек, который уважает свои корни, своих предков, да, и кто ценит и любит ветеранов, мне это было не по душе. Когда я попал в Спарту, там был отбор, у человека спрашивали, кто ты, ну, почему, зачем, я пришел, ну, рассказал, почему, как, свою специальность военную, ну, кем был по срочек, как бы, там такие, как бы, бойцы требовались. Сразу же в скором времени меня отправили в Донецкий аэропорт на позицию монастыря. Я там с монастырем, там от него два метра находится здание двухэтажное. Первое мое знакомство с войной и Донецким аэропортом, это было с минометом 120-м. У нас привезли туда 15 человек, но на разные позиции, чтобы раскинуть. Моя позиция была в монастырь. Вот у нас троек сразу ранило осколками. Все, мы добежали до своей позиции, мне сказали, что там нет пулеметчика, я говорю, ну, я был и по срочке пулеметчиком, давайте я буду. Все удали ПК. Наша задача была стрелять по вышке, и колонна, которая пришла на вышку, там, которая на ротацию, их как бы сжечь. Это и был первый бой, нет, это было просто знакомство с позицией. Буквально проходит минут 30-40, там крики, все, колонна пошла. А там между первым и вторым этажом такая бойница пулеметная, то есть моя позиция. А самого парня, вот второй, кто приехал, мы там вместе приехали, Федот, парень с Краснодара, он как бы был автоматчиком, и должен был выдавать мне патроны и ленты, там, как все было, заряжать. Ну, все, я к пулемету. Раз, начали стрелять там, увидели технику, и с вышки сработал снайпер. В этот момент снайпер сработал с вышки в мою позицию, да. Он попал в мешки с песком, я услышал прям, ну, хлопок пули этот, хлясь. Я думал, вот сейчас, если я не встану, то все, как бы, да, там, я сломаюсь. Но я встал и продолжил бой, я начал стрелять. Это было доли секунды, а мне показалось, что это была вечность, я боролся с самим собой, как бы. Я начал стрелять, стрелять, сожгли тогда мы три не единственной техники. На моей позиции старший был Серж, это местный парень. Впоследствии там потом получил крово ранение, как бы. И все, как бы, приехала Моторола. Он часто был на всех позициях, приезжал, контролировал, там, подсказывал. Вот ему сказали, что вот, хорошо отработали. А рядом с нами была позиция двойка. На той позиции был командир Гном. Бесс страшный парень, татарин, как говорится, убийца БМП и БТРов. Фигачивался тёса так, что сам, как маленький, когда стрелял с тёсой, его прям откидывал метра на два, но сжёг конкретно. Нам дали благодарность, нам привезли там Кока-Колу, энергетики, колбасы, там, сгущенки. То есть на войне это тоже как в радость всё идёт, потому что там всё-таки военное время, и с едой была напряжёнка. Так я познакомился именно уже непосредственно, смотрел уже как бы, ну, уже вживую. Потом, ну, день, два, три, пять, ну, всё, одно и то же, прорывы, колонны, стрельба. Почему мне было сложно в этой войне втянуться? Меня в ВДВ, я когда служил, не учили там бегать от миномётов, арт-артериери, от фосфора, который, ну, фигачат метод, не обучали. А что, сыпали фосфор? Сыпали, да, сыпали, сыпали. Был ещё такой парень у нас, он сейчас есть, так, белый, позывной у него, его там вроде зацепило, нога по сей день у неёт у него. Он сам из Беларуси парень, тоже хороший боец такой, бесстрашный парень. Тяжело было адаптироваться под эти миномёты, потому что, ну, и я вот как человек, который всё-таки хотел остаться живым, я больше слушал, как, что делать, чтобы втянуться в эту, как бы, тематику. Когда, вот, например, подвозили боеприпасы, самое трудное вот было там, не как в позиции сидишь, а как это какие-то стены бетонные, там, ну, укрытия, да, а вот разводить боеприпасы, потому что постоянно арт-обстрелил, миномётный обстрелил, ну, всё равно всё делали, всё чётко, было снабжение хорошее, как бы, ребята были бесстрашные водители. На этой позиции я получил своё первое, как говорится, ранение, но это было контузия. У нас была спальная комната, в этот день мне как-то было не по себе. Был такой парень с позывной лесник, такой битый калач, такой, сам по себе тихий парень, такой в очках, ну, такой, серьёзный дядя. Я вот за ним ходил, слушал его, чтобы было как можно быстрее втянуться в эту специфику. Я ему говорю, пойдём, вот, заделаем вот окно. Он говорит, ну, пойдём, окно было в спальной комнате, мы закинули мешками его. Ну, оно было заделано, но мы решили переделать, более прочнее сделать. Закинули мешочки, доски там, ковёр, железом, как бы, заставили. Ну, всё сделали. Я говорю, давай, что, приляжем, ну, как бы, там, кровати. Спали мы всегда в броне, в форме, потому что, как бы, в любой момент мог быть прорыв, и я, по крайней мере, вот, в первые дни я вообще ничего не снимал ничего себе, как бы. Лесник тут вышел в коридор, я вот так прилёг, и прибой попадания было или РПГ, или что-то такого мощного, прям в окно. Меня засыпало, я начал выползать, и так я получил свою первую контузию. Меня вывезли, отправили на медчасть, сделали все меры, медицинские там прокапали, там, привели себя. И в этот момент Моторол тоже получил ранение. Я вот просто не могу вспомнить, или на старом терминале, или вот где-то он получил тоже ранение, его тоже положили в больницу. Моторол, он никогда не любил, чтобы с ним была какая-то охрана там, он сам себе был уверен, он был за идеей, и, как бы, и считал, что это, как бы, ну, не нужно. С ним так ездил просто ВОХА, это сейчас действующий командир Спарты, на тот период был заместителем Моторола, как бы, да, двоим они ездили, и это было достаточно. Но в силу того, что, как бы, напряжённая обстановка стала, ему решили представить, там, телоохранителя. До войны я работал в сфере безопасности, я занимался личной охраной. Ну, об этом сразу всё быстренько узнали, плюс данные, как бы, ну, и там выбирали, типа, мою кандидатуру поставили, как бы, и выбрали, как бы, мою кандидатуру. Я не соглашался, потому что это большой груз ответственности, это командир, как бы, ответственность, проще быть бойцом и, ну, быть на позиции, и стрелять, и делать свою, как бы, работу. Ну, я аж ещё не знал, что с Моторола ещё будет пожёстче, чем просто оседательная позиция. Ну, всё, меня к нему приставили, мы долго притирались друг к другу, потому что он не хотел, чтобы с ним была охрана. Я взял ещё одного парня, так и оставил его телохранителем. Потом я стал начальником безопасности. Я сделал штат, уже занимался не просто охраной его, а внутренней, там, и наружной, там, ну, всеми всякими делами, которые во благо нашего подразделения были, во благо нашего командира. Так мы начали уже с ним ближе, ближе общаться. Все передвижения были, вот это, ВОХ, опять же, я говорю, командир спарта, действующий, моторол, и я, мы всегда ездили. Мы были на всех позициях, независимо, где наши были бойцы, на передке, там, в тылу, мы ездили всегда. И меня это, как начальника безопасности, пугало, потому что, а тут дело, как с лишней позиции, ты знаешь, откуда может прилететь, как, что, а мы вот ездили постоянно и попадали, то под обстрелы, то вот, ну, постоянно это риск, потому что новое место, ты, как бы, вот, переживал я по этому поводу, Ну, Арсен, как говорится, Моторова, парень был боевой, и, чтобы поднять дух бойцов, он ездил всегда на передовую. Так, как бы, мое знакомство с ним начало уже, как бы, превратилось незнакомство, а уже конкретно братство, боевое товарищество.